Всем привет, друзья! Я сейчас иду в магазин и прохожу Екатерининский парк. Стало настолько жарко мне, что я села на скмейк и немножко посидеть. На улице очень душно, и как бы я держалась-держалась, но не смогла, и села немножко отдохнуть. И думаю, сейчас подойду к фонтану, немножко постою возле фонтана, потому что очень-очень душно. У нас до конца недели передают аномальную жару, поэтому спасаемся возле фонтана. Я иду в магазин, мне надо купить сухарики из черного хлеба. Мелисса мне заказала шоколадку, и сварила я сегодня гороховый суп с куриной грудкой. И уже несколько лет подряд я суп мы кушаем не просто с хлебом, не с черным хлебом, а именно с сухариками. Это очень-очень вкусно, поэтому сейчас иду в магазин за сухариками. И Мелисса мне заказала купить шоколадку. Очень жарко, прям я думаю подойти. У нас вот есть помещение, где вода капает как дождь. И я смотрю, там несколько человек есть, поэтому я сейчас подойду туда и зайду внутрь, как комнатка. То есть можно будет немножко намочиться, охладиться и пойти дальше, потому что очень-очень жарко. И я иду туда. И вот сюда я сейчас пойду. Тут есть два мостика, вот можно с одной стороны зайти, с другой стороны ведь можно наоборот здесь зайти, здесь идти. Пойду отсюда, пойду в магазин. Ох, классно. Классно, прям свежесть и свежесть. Прям классно. Здесь так свежо. Водичка. У меня ноги мокрые стали. Иду в магазин. Здесь накидали корма. Лебедя меня не кушают. Здесь и хлеб, и корм есть. И вот в течение всего дня они кушают и плавают. У этого нога так подзорно-то. Купила я батон, купила мохито. Сухарики, две пачки, взяла соленые конфеты себе. Мелисе, колбасу, сырок, фазу и шоколадку. Позвонила Мелисе, спросила, с чем шоколадку она хочет. Она говорит, с какой-то ягодой. Вот это было с малинками. Привет. Привет. Что делаешь? Бося. Там Бося тоже. В общем, Мелисе сейчас будет читать. Мы покушали. И Мелисе сейчас будет читать какую сказку? Это сказка или это рассказ? Будь здоровой, Бася. Это русалочка. Будь здоровой, Бася. Здесь три сказки сразу в этой книжке. Но нам в школе задали на лето читать русалочку, да? Здесь спящая красавица, русалочка и буратино. Начинай читать. Только красиво, с выражением, как будто ты рассказ создаешь. Хорошо. Сказку. Русалочка. Русалочка. Косик. В глубинах океана возвышается дворец морского царя, победителя морского народа. Жена его умерла, и хозяйством во дворце заправляла почтенная матушка Грозного Владыки. Владыки? Да, Владыки. Это пожилая, рассудительная русалка, очень любила своих маленьких внучек, шестерых дочерей морского царя, юных подводных принцесс. Подожди. Это прям как Ариэль, да, русалочка? Да. Это и есть. Тут даже такая же она русалочка. А, вот так, а я думала про другую русалочку. Что вы там, Бася, делаете? А, Бася, хочешь что-то достать, я ей сейчас помогу. Бася, что ты там хочешь достать? Мелисса. Давай, иди. А ну мне расскажи таблицу умножения на 4. На 4? Да. У нас вот летом, у нас Мелисса не читает, ну как, читать читает, обучения у нас сейчас нет, и хочу посмотреть на сколько. На 4 расскажи. Меня мама обычно спросила только на 6, давно очень. Ну почему только на 6? Я и на 8, и на 9. На 4? Да. 4 умножить на 2, 8. Угу. 4 умножить на 3, 4 умножить на 3, 10, ай, 12. 4 умножить на 4? Очень, очень, очень плохо. Буду тебя каждый день по 300 примеров спрашивать. 4 умножить на 4, сколько будет? 4 умножить на 4? Бася. Бася. Она пробует, глядя, Бася. Нельзя-ка, это фу, кака, Бася. Нельзя. 4 на 4. 4 умножить на 4. Бася. 16. Да, правильно. 4 умножить на 5, 20. Дальше. 4 умножить на 6, 24. 4 умножить на 7, 28, 4 умножить на 8, 32. 4 умножить на 9, 36. Молодец. Браво. Ну, не совсем молодец, конечно, потому что очень-очень плохо. Надо уже рассказывать. Я Мелису иногда спрашиваю таблицу умножения. Читать мы мало читаем. Читать в основном, читаем то, что нам задали из школы. А таблицу умножения в начале лета я спрашивала, спрашивала Мелису, а сейчас как-то уже все это ушло. Забыли мы. У нас во дворе бассейн стоит. Мелисса плавает там каждый день. И забыла, да? Немножко. Да. Ну, что будем повторять? Ну, ладно. Бери книгу. Начинаю читать. И мы, наверное, с вами прощаемся. Потому что рассказ там большой. Не знаю. На, ну, посмотри. Сейчас. Наверное, почитаешь книгу, и потом пойдем еще с Басей. Вот столько страниц. Ну, четверть книжки. Чем больше, да? Нет. Вот столько. Раз, и вот еще. Мало очень. Ладно. Мы с вами тогда прощаемся. Мелисса дочитает книгу, потом пойдем гулять с Басей. Да. Всем пока-пока. 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 Очень круто. Пока.